У психики человека также есть одна уникальная функция. Его психическая энергия, человек, вот эти каналы, психические каналы, не те, которые с телом связаны, а те, которые с психикой связаны. Наде, психические каналы наде, они выходят за пределы тела человека. Представляете? У нас вот здесь через сердце, через зону судьбы есть такие нити. Которые связывают нас с нашими близкими людьми. Как мы это можем понять? Вот Олег Геннадий что-то говорит, непонятно, откуда он это взял вообще. Сейчас скажу, откуда взял. Вот, допустим, ребенок заболел, мама переживает. Что значит переживает? Это значит, что она отдает ему энергию счастья. Вот отсюда и сердце прям. Но мама может и не переживать, если ребенок заболел. Это значит, что у него достаточно сил выздороветь. И сейчас мы это легко проверим. Поднимите руку мамы, у которых ребенок заболел, но вы не переживаете. Есть такие мамы еще? Второй вариант. Ребенок заболел, и вы переживаете. Есть такие мамы? Это значит, что вам не хватает психической энергии, чтобы его вылечить. И у вас начинается процесс вот этого переживания. Но само по себе переживание – это неправильное функционирование. Человек должен научиться знать, как брать энергию, как получать силы, чтобы помочь ребенку. Мы об этом будем говорить чуть позже. Но сейчас я вам рассказываю в целом про то, как мы устроены. И от этого будет зависеть дальше, как мы будем изучать эту важную тему отношений. Итак, нити незримые. Я не знаю, как в ваших песнях, но у нас в русских песнях вот столько вариантов, когда об этих нитях незримых говорится. Вот, например, такая песня. «Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые». Вот такая песня. Прямо конкретно говорит. Надо помнить об этом. Если ты об этом не помнишь, тогда как ты можешь строить отношения? Вот, допустим, ты пошел, изменил жене, а она чувствует себя плохо и плохо. И он говорит, ну мы же в современном обществе вообще-то живем. Мы свободные люди. Я как бы захотел, поспал с тобой, захотел, поспал с другой. А он не знает, что в это время он разрушил вот эту нить незримую или испортил ее, осквернил эту нить незримую со своей женой и создал другую нить незримую с другой женщиной. И жена от этого чувствует плохо. У нее и в сердце здесь плохо. Она прямо вот здесь чувствует себя плохо. И она не знает почему, потому что, может быть, даже он ей об этом не сказал. Может быть, он скрыл, но ей что-то плохо внутри. И она не знает почему. Но она не может быть счастлива, потому что она живет этими отношениями. Ей нужны отношения. Нужно, чтобы было счастье между сердцами. Или еще одна песня. А мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Ниточка завяжется. Представляете? Ну, то есть ниточка завязется означает связь между сердцами идет. Мне плохо, тебе тоже плохо. Вот. Мне хорошо, тебе хорошо. Ну, то есть мы связаны реально, психикой своей связаны. Эти связи существуют между родственниками, близкими людьми, друзьями. Это называется близкие отношения. Вот, допустим, начальник приходит на работу, сказал, сделай то-то, то-то. Я сделал. Ушел с работы. У меня есть с ним близкие отношения? Нет никаких близких отношений. Поэтому я с ним сердцем не связан. Начальник заболел. Я думаю, ну, ладно, пусть болеет. Что теперь делать? Вот. Но если у меня связь с ним сердцем, то я буду переживать за него. Я буду чувствовать, что что-то надо ему помочь, как-то он болеет. Может. Ладно, движемся дальше. Эти ниточки нестримые, эти связи могут быть чистыми. Чистыми. Означает я, допустим, жена подходит к мужу, что-то ему говорит, и он сразу ее понимает. Эти связи могут быть грязными. Означает, что жена подходит к мужу, ему что-то говорит. Он вообще не только не понимает, он сразу противоположное мнение высказывает. Означает, связь плохая между сердцем. Неправильная связь. И люди удивляются. Говорят, ты что, ты меня вообще не понимаешь, ты меня не слышишь. Потому что вы не очищаете отношения. Нужно их очищать. Как их очищать? Нужно прощать человеку, принимать человеку. Вот, допустим, жена мужа не принимает в жизни, она не согласна с ним. У ней рушится эта связь. И он ее не может понять. Она ему что-то говорит, а он бунтует в сердце, он не может ее понять. Почему? Потому что она его не принимает, не согласна с ним. Ну, вы скажете, ну а что, всегда с мужем соглашаться? Можно не соглашаться, но надо принимать. Если ты человека не принимаешь, значит, и у тебя не будет с ним любви, жизни не будет. Допустим, я не хочу в Армению, а он хочет. Все уже, ну, как бы классный человек вообще. Но в этом плане у меня страх. Я боюсь вообще жить с ним, потому что он хочет того, что мне страшно, я не смогу так жить. Разрушаются отношения. А надо что сделать? Надо понять, что, ну, ты же не рабыня, никто тебя не заставит в Америку поехать. Ну, то есть, ты никто не заставляет. Просто он это хочет, и все. И это все.